Независимо, как постолька, сколько государство постарается предоставить то, что угодно, не только юридическую защиту, но и материальную. Так что надо крыши над головой, пищи, одежды. Но все равно беженцам трудно жить, как беженцы в чужой стране. Потому что они бросили свои дома, свои родители, пожилых, маленькие дети жалуются, потому что они свои друзья оставили там в школе. Так приспосабливаться к новой жизни очень трудно. Вот я был недавно в Радебосток-Хабаровске, там они очень много. Мне говорят, чтобы беженцы из Украины очень много приехали туда, потому что рабочие места где-то 8 тысяч, мне показали, в Хабаровске, но там никого нет. Они ищут рабочих. Но, конечно, беженцам из Украины, даже предлагают, чтобы они как 10 тысяч километров поехали туда и работать, это тоже трудно убедить их. Потому что они думают, как только конфликт прекращается, они домой хотят возвращаться. Для этого они далеко не хотят. Люше жить ближе к дому, как только конфликт прекращается, они возвращают домой. Российское правительство само продлевает, само помогает без помощи от другого государства, от ООН. Мы вообще, если понадобится, мы всегда готовы оказать нашу помощь в виде нашей экспертизы и опыта. Как мы сейчас делаем, вот организовали вот этот маленький семинар на один день, чтобы мы меняли опытами. А так в денежном виде Россия сама справится со всеми беженцами из Украины. Мы сотрудники ООН, мы не политики, так что то, что мир, как они у нас красивы, тоже лично нас не касается. Мы международные сотрудники, у нас политика не вмешивает сюда, потому что мы лично по своей профессии работаем, помогаем странам, где мы находимся. Так что, как таково, не влияет на нашу работу здесь. Потому что Россия один из пяти в этих державах членов Совета Безопасности, член ООН, создатель ООН. Так что работать здесь на нашу ежедневную деятельность никакой влияния не имеет. Мы работаем в СОБОН, везде ходим. Конечно, иногда люди не понимают, в отличие от гуманитарных, роль наш и политический роль ООН. Так что, мне всегда придется объяснить. Так что, я не занимаюсь политикой, мне дело в том, что помогают только те, которые покинули своих домах. А то, что происходит внутри Украины, это уже не мое дело. Лично мое обождение есть, но как сотрудник ООН, это уже не для обсуждения. В принципе, мы как сотрудник ООН, мы не должны работать там, где конфликт. Там, где конфликт, работает только Красный Крест. Это их роль. А наша роль – работать с теми, которые покинули конфликтную зону. Поэтому, мне или моим друзьям из Кива, они предлагают, что мы были там. Потому что мы не военные, мы не готовы быть там. А Красный Крест именно создан для этого. Продолжение следует...